Только одну фразу говорю. Крымская война, 1855 год. А британец, лорд Пальмерстон, украинцы, это он говорит, не я, это дрова, которую мы бросим в печку антируйского бунта. Вот сейчас происходит. Вы же понимаете, что политика Запада всегда была, есть и будет. А если вы это понимаете, зачем подставляетесь? Мы позволяете украинцев. Зачем позволяете Западу использовать как форпост в России? Помолчи. Они все делают правильно, украинцы. Правильно все делают. И Запад все делает правильно. Подожди, если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым не вернули. Донбасс не вернули. Мы все вернем. Чем больше нацистов в Кире, чем больше ошибок киевского руководства, тем быстрее разрывается связь с Россией, тем быстрее им конец, и вся Украина вернется. Вся! Валерий Курас. Вадим, вся Украина вернется в Россию. Вся! Добровольный. Конфликт на долгий и долгий год. Вьетнам 20 лет. Почему закончился? Там погибли сотни тысяч американских солдат. В Валкану 7 лет. Почему закончился? Милошевич сдался, поднял руки вверх. Здесь никто сдаваться не собирается, и здесь не гибнут американские солдаты. Вот этот гнойник, раковая опухоль. На долгие и долгие годы... Видим, как обостряется обстановка на Украине. В 2016 году я давал прогноз. Не очень заметили. На передаче у Толстого. Первый канал. На передаче у Соловьева в 2017 году. В 2018 году. То есть прогноз следующий. И по информации, которая уже проходит, именно в этом направлении все идет. Американские корабли нарушают наши границы на Дальнем Востоке, в районе Крыма, Севастополя, самолеты, морские суда. И подготовка идет боевиков. Подготовка не только военная, но и идеологическая. Уже подрастает поколение, для которых мы больше враги, чем в 40-м году для советских молодых людей были немецкие фашисты. Поэтому неизбежна попытка провокации. Сценарий такой. Летом, этого года, следующего. Мы план Барбаросса не видели, но он есть. Был подготовлен на июнь 2016 года. Но в США выборы. В 2017-м тоже было какое-то осложнение. В 2018-м там дополнительные выборы. В Америке Сенаты, Палата представителей. А теперь опять выборы. Но сценарий есть. Участники подготовлены. Вы помните, наверное, проводились учения военные некоторых частей НАТО. Статисты должны быть знающие русский язык. По легенде, НАТОвская армия захватывает русский город. И как она будет расправляться с нашими жителями. Поэтому по сценарию. Украинцы нападают на Крым, на Донбасс. И мы встаем на защиту. Значит, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия. Все на территории Украины. Чтобы не задействовать территорию НАТОвских стран. Польская армия тоже гибнет. Тогда подключается немецкая армия. И происходит столкновение между немецкой и русской армией. И договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция. Новое государство. Там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Вот пять территорий, которые от Польши отошли в 2019 году. Это новое государство. И в ЕС берут. И в НАТО. А 70%, даже 80% остальной Украины в состав России. Как области. Харьковская область, Донецкая и так далее. Вот такой план. Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах русской весны. Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет, зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты выполняйте. Но не выбирайте по отдельности. Или все выполняете, или мы запускаем другой пункт. В связи с вашим невыполнением этих пунктов. Правильно? Потому что может быть поздно. Мы не должны допускать 22 июня. Сталин все ждал. А вдруг не будет. А вдруг обойдется. И дождались. 3 миллиона взятых в плен. И полстраны сожжено. Из-за того, что вовремя не дали приказ. Сейчас вовремя. Программу весь мир видит. Что мы требуем. Мы ждем. Мы надеемся. И мы не угрожаем никому. Нам угрожаем. Чужие войска стоят у нашей границы. Оружие завозят на сопредельную сторону. Все как в 41 году. Все подходит немецкие дивизии. Оружие не только немецкие. И венгерские, и румынские, и итальянские. Вся Европа была в 41 году. Сейчас НАТО, 30 стран. Вся Европа. И тренируют. И диверсанты готовят. Но никогда больше не должно быть 22 июня в 4 утра. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22 года. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Вот такое очертание. Такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечить стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн. Европа перестанет быть антирусской. Смирится с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. И таким образом, к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших, мелкие локальные конфликты. Но Украина сегодня это очень опасное направление, когда чем-то напоминает Карибский кризис. Когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе. Противостояние с использованием натовской армии, русской армии. Поэтому конечный итог это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или в личной встрече договорятся. Вот соглашаемся на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много трупов, крови, проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось во время Вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому, хватит терзать Украину. Таким образом, чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить насилие, которое творит ультраправый радикальный элемент. Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев, несколько лет. Но тем не менее договорятся, чтобы решить проблему. Только две столицы. Москва и сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Сейчас мы можем это сделать. Сейчас великий шанс. Это не танковая армия и даже уже не ракеты, а то оружие, которое есть только у нас пока. Поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать. Поэтому шутить не надо. Сегодня самый исторический момент, понимаете? Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Это слово великое уже измордовали, все великие. Окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть, вот если слова какой-то песни, там это наш последний решительный бой. Вот это наш последний решительный бой весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров. И наши олигархи. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег. Заповедуй Россию в новой войне.